Своеобразная утилизация пластика. Одна из скульптур дома Русова в буквальном смысле потеряла лицо, обнажив пластиковую бутылку, которую халтурщики-реставраторы использовали в качестве каркаса. Сама эта бутылка, понимаете, с точки зрения технологической, это просто пустота, которая облегчает вес скульптуры. В этом ничего страшного нет. Но с точки зрения технологии, вот именно использование вот такой вот пластиковой емкости внутри, и получилось то, что есть. Потому что эту емкость, понимаете, я уверен на самом деле, что эти подобные штуки во всех других головах там есть, потому что нужна пустота, нужно облегчить вес фигуры. Но за счет того, что ее слишком форму задвинули, она слишком близко к краю, слишком тонкая стенка, по факту, я думаю, там эта бутылка была практически вровень с макушкой этого ангела. Напомню, дом Руссова открыли после первого этапа реставрации в декабре 2019 года. Работы, которые обошлись городской казне в 150 миллионов гривен, затронули несущие конструкции здания, крышу и фасады. В январе этого года полиция сообщила о подозрении Елене Сердюк, бывшему директору компании «Укрспецпроект», которая занималась реставрацией. Как утверждают в полиции, в результате работ было разрушено, повреждено или изменено около половины элементов памятника архитектуры, около 30% элементов фасада, в том числе старинные ограды балконов, лепной декор, декоративные скульптуры, колонны, пилястры, оконные рамы, около 10% конструкции купола здания. Бывший директор «Укрспецпроект», который занимался реставрацией, сейчас находится под судом из-за растраты бюджетных средств, из-за присвоения этих бюджетных средств, из-за, скажем так, экономии. Почему? Потому что они вносили объемы больше, что они использовали для работы, а использовали меньше. И я так подозреваю, что тут также была не соблюдена технология, и также, понятное дело, температурные режимы и тому подобное. Это не лицо с бутылкой фактически, отвалившееся лицо, и уже, честно говоря, городская власть таким способом потеряла свое лицо. Второй этап реставрации, денег на который пока нет, предусматривает полное восстановление интерьеров здания. Пока не ясно, будут ли внутренние помещения аутентичными или же их осовременят. Главное, чтобы сделали все качественно и по совести, а не из пластика. Телеканал «Репортер» будет и дальше следить за реставрацией дома Русова. Василий Базовлук, Владимир Ивжич, Телеканал «Репортер».